Hola amigos, bienvenidos, добро пожаловать на канал Кики Мексиканец. Сегодня я хочу поделиться с вами в тему, которую я считаю, что это очень интересно. Это родственники. И мы поговорим с точки зрения лингвистики. Если вы не учитесь испанский язык, оставайтесь. Я обещаю, что я вам напомню русские слова, которые уверен, что вы очень давно не использовали, или услышали, или совсем давно употребляли. А если вы студент испанского языка, будет много полезной информации. В этом видео докажу богатство русского языка, потому что есть ощущение, как будто вы придумали каждое название для каждого родственника, и чтобы они не повторились. Но, также скажу, какие слова у нас есть на испанском языке, и мне кажется, не хватает для родственники. И ещё расскажу собавные случаи, которые мне попали во время преподавания испанского языка. Ну и давайте тогда начнём с богатства русского языка. Мне очень понравилось, когда я преподаю родственники, когда мы говорим о родителе муж и жена, на испанском языке у нас, в принципе, есть одно слово, которое мы согласуем как мужской род, женский род. То есть это будет суэгро, если мужчина, и суэгра. Для меня было такое удивление, что на русском языке это слово зависит, если мы говорим о муже или о жене. Ну и сейчас мы воспоминаем очень много русских слов, которые, я уверен, что вы давно не употреблялись, и делаем немного интерактивно. Поэтому я даю какое-то время, чтобы вы вместе со мной могли ответить. И действительно, потому что, когда я преподаю, замечаю, что мои студенты иногда не сразу соображают, как это будет на русском. И не знаю, если это у всех такое, но часто я это встретил. Ну и у нас отец жены будет тесть, и мама жены будет тёша. Молодцы! А с другой стороны, как будет отец мужа, свёкр, и мама мужа, свекров. Видите, у вас четыре слова, и у нас на испанский просто суэгро, суэгра. И когда я думал, что это чересчур много слов, ещё появляются братья, сёстры, мужа, жены, которого у каждого есть отдельное название. То есть, врат жены будет шурин, и жена врата жены будет невестка. Ну и сейчас сделаем немножко наоборот. А свояк это кто? Это муж сестры жены. А своячница это кто? Это сестра жены. Но это не всё. У нас есть девер, врат мужа, невестка, жена врата мужа, зять, муж сестры мужа, соловка, сестра мужа. Представляете, это просто срип мозга. На испанском языке это все будет куняду, если мужчина, и куняда, если женщина. И, пожалуйста, напишите в комментариях, если вы действительно употребляете эти слова. Потому что я помню, что когда я преподаю на испанском и говорю девер, солов, козять, мне кажется, иногда смотрится как типа «Ммм, это кто?» Но вы молодцы, и правда, я думаю, что на испанском языке у нас не хватило столько времени, чтобы придумать отдельное название для каждого. И вы знаете, у нас на испанском есть такая интересная фишка, что мы очень любим употреблять мужские формы для множественного числа. Я помню, когда мне сказали, как будет родители на испанском. Ну, конечно, на русском очень логично родители от глагола «родить». А на испанском получается «падрис». Для этого знайте заранее, что «падре» это «отец». И, соответственно, множественное число «родители» получается «падрис». Ну, и мне сказали, что «падрис» звучит как «два отца». Я думаю, действительно, я как носитель испанского не задумывался, но по сути, да, «падрис» это как «два отца». Но нет, на испанском мы употребляем такая форма. Например, у нас есть «ермано» – брат, «ермано» – сестра, а если «брат» и «сестра» – «ерманос». А если было всей женщины, конечно, у нас есть «ерманас» – это будет как «сёстры». И одна штука, которая меня удивила, когда я спросил «Сколько у тебя братьев?» «Сколько у тебя сестёр?» Это было, что очень много сказали. То есть, ответов всегда было много. А я думал, мне показалось, что у тебя только была одна сестра или один брат. Оказалось, что на русском языке, когда вы услышите слово «врать» и «сестра», вы включаете и «двоюрные сёстры», и «двоюрные вратьев». И это мне показалось очень интересно, потому что на испанском у нас есть слово «примос». Поэтому, когда кто-то мне на испанском спрашивает «Cuántos hermanos tienes?» То есть, «Сколько у тебя вратьев или сёстр?» Я никогда не буду включать «примос» – «твоюрные врать» или «сёстры», потому что они отдельно. А на русском вы, люди, как-то… Не знаю, если это как очень объединённое, но часто включайте. Поэтому, когда у вас иностранец спрашивает «Сколько у вас вратьев и сёстр?», скажите «Только родные». Конечно, я потом узнал, что вы разделяете как «двоюрные» и «родные», но интересно было такое сочетание, что сразу мне все посчитали как «двоюрные», как «родные». Так что, пожалуйста, напишите в комментариях, когда у вас спрашивают «Сколько у вас вратьев и сёстры?», вы исключительно говорите о «родных» или тоже включаете «двоюрные». Ну, и сейчас я хотел поговорить о словах, которые я чувствую, что у русского языка не хватаю. Он богатый, безумно богатый. Вы увидели, сколько слов. А испанский такой, ну, попроще сделаем. Но мне показалось интересно, почему у вас, когда вы говорите о «girlfriend» на английском или по-испански «novia», вы говорите как «подруга». Окей, я знаю, что вы можете сказать, например, «это моя девушка». То есть по-испански как «эс ми чика». «Чика», но «чика» это просто как «девушка». То есть, в принципе, может быть, как обращение, как «девушка, извините». И то, что делает как «girlfriend», это потому, что вы употребляете притяжательное мистемение. «Моя». Окей, я с этим согласен. Но очень интересно, когда говорят просто «подруга». «Это моя подруга». Для меня очень часто была загадка, когда представляют люди как «моя подруга». Я думал, «Хм, они встречаются?» Или это просто моя подруга как подруга из детства? Или просто мы дружим? Или «мой друг», да? То есть это «друг» как «друг» как «амиго»? Или это как «молодой человек». Поэтому на русском, мне кажется, обычно, когда говорят «да, это моя подруга», это не всегда мне было очень понятно, если это просто «подруга». Я когда-то, кстати, очень часто говорю, «да, я иду с подругой». И, кстати, для меня было интересно, потому что, когда я представил, я не знал, если правильно сказать, «Вот, это моя подруга и моя подруга». И потом думал, что у меня очень много подруг, когда я только хотел сказать, что мы все друзья. Я знаю, что на русском языке есть слово «невеста», «женых», «нобью», «нобья». Но, как понимаю, на русском это «послеполомки». А на испанском «нобью» это «когда встречаются», «нобья» когда встречаются. И когда уже, ну, после «послеполомки», наверное, это «прометидо», как «промеса». И мне показалось очень смешно, когда сказали, что «бойфренд» — это молодой человек. А я думал, если она встречается с человеком, который он не молод, тоже будет молодой человек. Это ничем не связано с возрастом. Молодой человек для меня тоже это обращение. Допустим, я знаю, что, допустим, в ресторан. Ты можешь сказать, извините, молодой человек. Так что, пожалуйста, напишите в комментариях, какие еще обращения можно употреблять вместе. Молодой человек и девушка. Потому что это, мне кажется, не очень романтично звучит, как «новьё, новья». И вы знаете, я хочу поговорить о одной вещи, которой я уверен, что, может быть, об этом даже не задумывались. Но это очень сложно для иностранцев. Это то, что вы разделяете, когда эта мужчина жениться, и женщина вышла самуж. А мало того, что вы употребляете разные глаголы, еще вопросы разные. Это получается, что я должен помнить, что когда эта женщина, я должен спросить, за кого она вышла самуж. И когда эта жениться, на ком он женился. И на испанском у нас такой простой «con quién» – «с кем». С кем ты вышла самуж, с кем ты женился. Понятно, это ужасно звучит на русском языке, но проверьте, как просто это на испанском языке. И когда я должен создавать такой же вопрос на русском, я думал, «Дыши, подумай и спроси». Так что, amigos, наверное, вы об этом не обратили внимания и думали, как все это просто, но иностранцы, мы от этого страдаем. И у нас осталось наше последнее сравнение, когда меня спрашивают на испанском, «Как будет жена?» Ну и в принципе, у нас есть двое слова. «Esposa» и «mujer». «Mujer» – это очень интересные слова на испанском. Во-первых, «mujer» – вы знаете, самоокончание не очень красиво звучит на русском, и «mujer» – это значит «женщина». Я заметил, что на русском языке, когда ты говоришь «Эй, женщина», это, мне кажется, обычно какая претензия. То есть, «женщина» – это то, что, мне кажется, больше, что ты злой, потому что это не связано с возрастом, да, потому что я помню, что в России бабушке может сказать «Эй, девушки, как у вас дела?» И они как-то смеются, и всё это красиво, да. То есть, «девушка» в принципе можно всех. А «женщина» – это как, не знаю, претензия, я чувствую. Но, мне кажется, что на испанском у нас отсутствует полностью эта концепция как «женщина», когда ты, ну, не очень доволен. И, пожалуйста, обратите внимание, если вы поедете из понаговорящей стран, в туалете буква «М» значит «мухер» – «женский туалет». И «мушины» будет «омбре» – буква «h». Поэтому не путайте, потому что если вы в автомат, вы идёте в туалет и видите «М» как «мушина» или «мен», нет, по-испански это «мухер». Так что можно сказать, что на испанском «ми мухер» – это значит «моя жена», а по-русски «моя женщина». Мне кажется, вы так не говорите. Это «моя женщина». Не очень приятно будет, что вы так называете. Мои дорогие амигасы, надеюсь, что после этого видео вы заметили, как на самом деле русский для иностранцев очень сложно, и столько нюансов в нём, что «вау, вау, он настолько красивый, он супер богатый, и правда для нас это огромный челлендж». Я очень признателен, что я вижу, что вы на комментариях меня исправляете. Я стараюсь каждый раз лучше-лучше говорить. Я, правда, русский мой любимый язык. Я испытываю огромное удовольствие. Ну и эти видео сравнения делаю в качестве изучения испанского языка. Я надеюсь, что если вы студент испанского, нашли его полезно. Если вы не учитесь, вы знаете, с кем вы можете начинать учить испанский. А также я поделился свои первые эмоции, когда я начинал учить русский язык. Ну и, мои дорогие амигасы, тема «семя» вроде бы на испанском языке звучит очень простой. Я вообще не знал, что это такое на русском языке. Ну и, мои дорогие амигасы, надеюсь, что вам понравилось. Если это так, пожалуйста, поделитесь на ваших соцсетях и эти видео. Вы знаете, что ваша поддержка мне очень важна. Если вы еще не подписывались, пожалуйста, сделайте это сейчас. В моем канале вы можете найти очень интересные отличия от русского языка, испанского языка, русский менталитет, испаноговорящий менталитет, мексиканский менталитет. Также, чем я занимаюсь в России, есть видео-эскурсии по разных городах. Берегите себя и увидимся совсем-совсем скоро. Абьос, амигос, всем добра! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Продолжение следует...